Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим на две разные темы. Первая — это шокирующие показания Кэролайн Эллисон о Сэме Бэнкмане Фриде и его изначальных планах на биткоин. А также мы с вами поговорим о планах Джерома Пауэлла из ФРС, что он собирается сделать с процентными ставками. Сегодня мы с вами получили заметки ФРС, а завтра мы с вами получим большие данные по индексу потребительских цен. Но в сегодняшних данных Джером Пауэлл говорит нам, что мы еще увидим продолжение жесткой денежной политики, пока не увидим смягчения инфляции. При этом и он сам, и остальные члены Совета, похоже, не считают, что очередное резкое поднятие ставки абсолютно нужно. При этом большинство считает, что да, еще один подъем все-таки нужен, при этом никаких гарантий, что он произойдет, нет. То есть они хотят еще подождать и посмотреть, что будет. Итак, завтра в США будут опубликованы данные об ИПЦ. Перед вами ожидания. Мы не растем, при этом мы и не падаем. Немножечко поднимаемся. По-моему, у нас было 3,4%. Так что, вероятно, мы немного поднимемся до уровня 3,5-3,6%. Если мы останемся в этом коридоре, это нормально. Но если завтра кажется, что инфляция подскочила до 4%, или что-то около этого, то можем увидеть отвратительный спад в цене. Надеюсь, что этого не произойдет. Итак, это первое. Что будет делать Джером Пауэлл, пока неизвестно. И завтрашние данные по индексу потребительских цен нам подскажут. То, что, возможно, он сделает. На следующем заседании ФОМЦ, который будет происходить в ноябре. Итак, это была первая тема. Переходим ко второй. Сегодня стало известно о множестве разоблачающих показаний от Каролайн Эльсон, бывшей девушки Сэма Бэнкмана Фрида. Ладно, это не самая лучшая фотография. Хотя, кто знает, после недавнего случая с Бадлайт, возможно, вы думаете по-другому. Но многое вылезло на поверхность, кое-что из этого шокирующее, кое-что нет, не знаю. Но вот что всплыло. Они хотели удержать цену биткоина ниже 20 тысяч долларов. В итоге они сговорились и продали средства клиентов в виде биткоинов, чтобы попытаться искусственно удержать цену биткоина ниже 20 тысяч. На самом деле, они не объяснили, почему. Возможно, их целью было так сильно пролить рынок, чтобы получить возможность откупить биткоин по более низкой цене. На самом деле, я не знаю. Но вы помните, когда биткоин упал с 64 тысяч полным ходом до 28 тысяч, а затем вернулся на 69 тысяч, может поднять вопрос, а почему это произошло? Может быть, из-за того, что FTX и Сэм Бентман Фрид хотели, чтобы это произошло? Я уверен, что вскоре всплывет гораздо большее. Но это еще не все. Они также сказали, что делали аналогично с токеном FTT. Они занимались его активным трейдингом, пытаясь удержать его цену, когда другие цены полились вниз. Помните, когда все начало рушиться, когда рухнул FTX, токен FTT продолжал держаться довольно уверенно. Где была логика? Да, ее и не было. Потому что, как оказалось, эти ребята пытались удержать его цену, делая все эти вещи. И это не единственное, что стало известно сегодня. Она нам рассказывала целую пачку всего сегодня. Также целью, которую они хотели поразить, была Бинанс. Один из пунктов из их списка задач, заключавшаяся в том, чтобы ее связать с регуляторами и натравить их на Бинанс. Что заставляет задуматься о Кевине О'Лери, представителя FTX, получившего огромные деньги, и бывшим главным человеком, переводившим стрелки на Бинанс. И это было еще одной ее обязанностью, по сути, заключавшейся в том, чтобы убрать Бинанс. Что еще стало известно? Что ж, до этого Гэри Уонг, который ранее занимал позицию генерального технического директора, говорил, что Кэролайн и Аламеда имели специальные привилегии. По сути, они могли уходить ниже нуля. Они могли сохранять отрицательный баланс, потому что могли забирать все, что только захотели. Никто другой такого делать не мог, кроме Аламеда Ресерч. И Кэролайн говорит, это было потому, что Сэм хотел, чтобы она это делала. Было многое, чего она не хотела делать, но Сэм как бы вынудил ее это делать. Это было одним из примеров. Что ж, это звучит довольно плохо, но это еще не все. Сегодня она наговорила очень много. СБФ также был обвинен в подкупе китайского правительства. Предположительно, на 40 миллионов. Но Кэролайн сказала, что это было 100 миллионов. И причиной этого, что китайское правительство заморозило активов на 1 миллиард долларов. Это деньги FTX. А они не знали, как их получить обратно. Поэтому Сэм встретился с кем-то, кто ему сказал, «Хей, если ты мне отдашь 10%, то есть 100 миллионов долларов, то мы тут же разморозим этот миллиард». Поэтому все это выглядит, как будто они отправили 100 миллионов долларов. Поэтому здесь образовался еще один долг. 100 миллионов, которых у них не было, и взяли у средств клиентов. Это деньги клиентов. Так что сегодня было много разоблачающих вещей, которые сегодня всплыли. И последнее. Отчаявшись, Сэм Бенкман-Фрид пытался продать принцу в Саудовской Аравии. Когда он уже понимал, что окончание этой истории уже близится к концу. И все это показывает нам, кто такой Сэм Бенкман-Фрид. Человек с амбициями стать президентом. Он даже рассматривал возможность выплатить Трампу от участия в выборах, потому что он сам хотел стать президентом. Также он отчаянно пытался задавить рынок. У нас было огромное количество странных движений вверх и вниз в 2021. И все это, вероятно, было связано с ним. Мы даже до сих пор слышим о том, кто вызвал крах Луна. Кто вызвал коллапс Three Arrows Capital. Кто вызвал закрытие всех остальных крупных компаний, которые произошли недавно. Может, это также связано с FTX, Сэмом Бенкман-Фридом и Кэролайн Эллисон. А вот очень возможно. Они были единственные, кто обладал таким количеством боеприпасов и достаточным безумием, чтобы это все сделать. Но давайте поговорим о хороших вещах, поговорим о биткоине. Долгосрочные держатели, такие как вы и я, продолжают покупать до 1,35 миллиарда долларов в биткоине каждый месяц. Буквально каждый месяц. 50 тысяч биткоинов каждый месяц. И вот почему это причина того, что я продолжаю говорить. Никому не продавать биткоин. Мы – долгосрочные держатели, потому что мы понимаем, что значит биткоин. И вот почему, посмотрите сюда, общий объем, находящийся в руках долгосрочных держателей, находится на уровне около 15 миллионов. А знаете, что это значит? Это близко к 80%. То есть около 80% всех биткоинов содержатся в руках долгосрочных держателей. Это совершенно фантастическая новость. Мы на историческом максимуме. С точки зрения того, сколько биткоинов находится в руках долгосрочных держателей. И, конечно же, на этом не все. Мы их докупаем, мы усредняемся, мы продолжаем их накапливать. Ведь это все про спрос и предложение. И спрос обеспечивает сохранение этого ходлинга. Хоть и не бычий рынок, но мы довольно хорошо продолжаем ходлить. А объем сокращается. И как только спрос начнет расти в 2024 и 2025, объем свободно оборачиваем биткоинов, предложение продолжает сокращаться. Поэтому это лишь вопрос времени, когда цена начнет расти. Но базовые показатели биткоина никогда до этого не были лучше, чем сейчас. И это благодаря вам, ребята, долгосрочным держателям, которые продолжают верить и продолжают накапливать. Вот к чему мы пришли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова